МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Перенять опыт в Бобруйске прошло выездное заседание Совета пожилых граждан". -"Мероприятие очень полезное". -"Почему не стоит забывать прошлое". -"Достать косу". 1 июня стартует специальная программа МАК. -"Нацелены на уничтожение наркосырьевой базы". -"Что грозит за незаконное фермерство". -"Лед и пламя". 16 лет назад открылась Бобруйск-арена. -"Является по сей день визитной карточкой города Бобруйска". -"Какие достижения у спорткомплекса". А также активная заготовка, натуральный продукт и отечественные инновации. Белорусские медики освоили новый метод протезирования. О чем речь? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Механико-технологический колледж получил в подарок ценные оборудования. Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов передал учебному заведению обрабатывающий центр с числовым программным обеспечением для изготовления деталей из стали чугуна. Высокопроизводительное оборудование не только укрепит материально-техническую базу колледжа, но и позволит учащимся применять полученные знания на практике, совершенствовать навыки, достигать уровня первоклассных специалистов. Это большой шаг вперед, потому что именно такого оборудования у нас пока еще не хватало по металлообработке. Наше сотрудничество непосредственно с ТДА это большое, скажем так, большое достижение и для нас, и для предприятия, потому что его можно полностью назвать соответствующим всем требованиям именно социального партнерства. Мы, как партнер колледжа, разработали положение, где учащиеся, которые имеют целевые договора о подготовке с нами, мы будем выплачивать дополнительную стипендию. Естественно, это для тех учащихся, которые успешно осваивают учебный процесс. Завод сопровождает будущих профи, начиная со вступительной кампании. Плодотворное сотрудничество механико-технологического колледжа и ТДА – четкая система, благодаря которой учащиеся стопроцентно могут получить достойное место работы, высокую заработную плату, возможность карьерного роста. С 1 июня по 15 сентября в Могилевской области стартует мероприятие в рамках специальной программы «МАК». Работа сотрудников подразделений по наркоконтролю и других служб будет направлена на уничтожение наркосырьевой базы растительного происхождения, пресечения деятельности лиц, которые занимаются выращиванием и возделыванием. За незаконный посев или выращивание мака или конопли без цели сбыта предусмотрена административная ответственность по статье 17.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь в виде штрафа до 20 базовых величин. За те же действия, совершенные с целью сбыта, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет. В прошлом году во время проведения программы «МАК» милиционеры области выявили и уничтожили свыше 11 тонн дикорастущих растений на почти 9 гектарах. Банковские неполадки, нерестовый запрет и республиканский масштаб. Аграрии страны приступили к массовой заготовке кормов. Какие планы? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Программа льготного кредитования на покупку отечественных товаров продлена до конца 2025-го. Всего по ней заключено более 35 тысяч договоров на 177 миллионов рублей. Такой подход стимулирует развитие розничной торговли, в том числе в регионах. Под программу попадают продукции белорусских производителей, например, деревянные изделия для строительства домов, бытовая техника, мебель, мото- и велотовары. Перечень регулярно расширяется. Аграрии приступили к массовой заготовке кормов. Все хозяйства активно включились в работу. Зеленая жатва – важный этап полевых работ. Для плодотворного процесса есть все необходимое – специалисты, техника и боевой настрой. Половина земель первого укоса уже обработана. Показатель свыше полумиллиона гектаров. Всего в планах запасти около 10 миллионов тонн. Белорусские медики освоили новый метод протезирования. В республике появилась возможность вернуть к полноценной жизни пациентов с проблемой плечевого сустава. По времени процедура занимает около трех часов. Уникальный протез дает возможности для большего движения, о диагнозе можно полностью забыть. Еще один неоспоримый плюс – такие операции проводят бесплатно. Ночью 3 июня в Беларуси могут не работать банковские карты. Временные трудности возникнут из-за технологических работ на сетевом оборудовании процессингового центра. В промежуток с полуночи до 6 утра возможны кратковременные перерывы в обслуживании кредиток, а также в сети организации торговли в пунктах выдачи наличных в банкоматах. Запрет на лов сама действует на всех водоемах республики. В Гомельской и Брестской областях он завершится 19 июня, в остальных – 1 июля. Такое ограничение – мера охраны вида во время нереста. Несанкционированная добыча обойдется нарушителям в 12 базовых величин за каждую пойманную особь. В Бобруйске прошло выездное заседание Совета пожилых граждан при Могилевском обл.исполкоме. В конференц-зале Фондока «Живой диалог». В программе обсуждения работы ветеранских организаций решения проблем пожилых. Особый акцент на деятельности делового клуба «Кировник», который оказывает поддержку, помощь бывшим руководителям, органам власти, предприятий, организаций, учреждений города. Их жизненный и профессиональный опыт – неиссякаемый источник знаний в области социального и экономического развития, воспитания молодого поколения. Мероприятие очень полезное. Забота о наших ветеранах, о пожилых людях – это наша с вами задача, более молодого поколения. Мы должны относиться к ним так, как хотели бы, чтобы к нам потом в старости относились. Поэтому все мы будем когда-то пожилыми, все мы когда-то будем ветеранами. Поэтому важно, чтобы и молодежь, и мы уже люди чуть постарше, значит, очень уважительно относились к нашим ветеранам. Наш клуб «Кировник» сейчас встречается два раза в год на каком-нибудь предприятии. Два раза в год мы выезжаем в Дворец независимости, Сулу, линия Сталина. Посещаем школы, разговариваем, общаемся с учениками. Чтобы иметь будущее, важно и не забывать прошлое. Накануне 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков участники заседания возлагают алые гвоздики к подножию мемориала в честь воинов, которые отдали жизни при освобождении Бобруйска. Праздник для взрослых. Ежегодно в первый день лета во всем мире отмечают Международный день защиты детей. Оберегать цены не перестают круглый год. Беспечность, отвага, бесстрашие, спутники несовершеннолетних, задача родителей научить своих чад адаптироваться патриалии жизни. Елизавета Житкова о том, как не потерять то, что имеешь. Конечно, не оставлять одного тупенка. У меня вообще трое детей. Вот в сад, если идти, то надо всех брать. Все вопросы начинаются в семье. В семье. И плавно переходят в школу. Окружающая среда. Дети наши сегодня очень исключительно хорошие. Стараюсь, чтобы он не лез, куда надо. Говорю, что нельзя там что-то сделать, если куда-то он захочет. Пальцы в резетку засунулись. Естественно, заглушки ставим, чтобы обезопасить. Разговаривать с детьми, объяснять им правила безопасности, обучать родителям прежде всего. В школе их учат. В преддверии лета МЧС по всей стране проводит республиканскую акцию «Не оставляйте детей одних». Целевая аудитория – малыши и родители. Профилактика нацелена на многодетных домах семейного типа, учреждения здравоохранения, развлекательных центрах. Там, где чаще всего можно встретить ячеек общества. Конечно, мы напоминаем еще и молодым мамам, будущим мамам о том, что для малыша гораздо больше угроз существует. Это какие-то мелкие предметы, острые предметы, это радиаторы, это окна и подоконники, шуфлятки, все возможные химические вещества. Каникулы – хоть и самое беззаботное время для школьников, в тот же момент и самое опасное. Детей можно встретить где угодно. Особенно много на пляже. Здесь на постоянной основе дежурят МЧС, а свод – милиция. Причиной трагедии может стать банальное любопытство. Каждый водный объект, имеющий даже небольшой абсолютно объем воды, опасен, особенно для маленьких детей. Начался дачный сезон. Надо еще раз всем осмотреться на своих участках частной подворья, дачах. Вот эти вот емкости, старые выворки, ванны, какие-то бочки, которые мы используем для полива огорода. Жизнь в наших руках. С начала года в Беларуси из окон многоэтажек выпали 14 детей. Случайность или халатность, но цифра внушительная. Бездействовать и допустить беду нельзя. Первое и очень важное – максимально обезопасить в помощь замки. Сейчас я вам докажу, что ручку с ключом может поставить абсолютно любой человек, не имея никакого опыта. Важно не просто говорить, но и учить детей безопасности, правам и обязанностям. Мы со своей стороны очень много работаем с детьми, детьми любого возраста. Какие есть права, какие есть обязанности, как поступать в ситуациях буллинга, поскольку эта тема для школ актуальна. Мы отдельно выносим это вопросом и темой для обсуждения, какие действия могут сформировать буллинг, что может к этому привести. Есть у нас отдельные вопросы, касающиеся кибербезопасности. Статус СОП, своего рода сигнал СОС, закрепляется в отношении той семьи, где прописались пьянство, рукоприкладство, игнорирование нужд ребенка. К счастью, уровень бытовой преступности в отношении членов семьи и близких родственников снижается. Тем не менее, работа продолжается. Данные лица, а именно семьи, контролируются на постоянной основе не только органов внутренних дел, но и отделом образования, школьными, дошкольными учреждениями, сотрудниками МЧС. Опять же, это всеми субъектами профилактики, дабы так называемая уязвимая категория, которая, в принципе, не осознавая своего возраста, не может обратиться где-то в органы внутренних дел и сам себя защитить. Безопасность детей, забота взрослых. Любые предметы, которые могут угрожать жизни маленькому человеку, должны быть исключены. Сооружая в максимально комфортную для ребенка среду, вы не только защитите его, но и сами избавитесь от беспокойства. Елизавета Житкова, Станислав Чечерин, Бобруйск-360. Место аншлагов. Бобруйск-арена празднует день рождения. 31 мая 2008 Александр Лукашенко лично перерезает ленту. В стране открывается один из самых больших спортивных комплексов. За 16 лет через Бобруйск-арену прошло более 100 миллионов посетителей. За время своего существования на Бобруйск-арене прошло большое количество спортивных и культурно-массовых мероприятий. Арена вмещает в себя 7 тысяч зрителей. И ее технические характеристики позволяют проводить мероприятия спортивного характера, то есть матчи хоккейные и другие спортивные мероприятия на самом высоком международном уровне. Многопрофильный комплекс стал визитной карточкой города и любимым местом отдыха тысяч горожан и гостей. Помимо хоккейных матчей здесь развертываются культурные спортивные мероприятия и даже съемки фильмов. В августе 2011 именно в Бобруйске снимали знаменитую российскую картину «Легенда номер 17». Работа мечты – реальность. Какие права имеют молодые специалисты при трудоустройстве? В каких профессиях есть возможность развиваться? Сразу после выпуска новостей зумеры онлайн не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»